Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Впереди еще коммерческая информация. Накануне Дня работников ЖКХ в компании «Коммунальные технологии» рассказали об итогах работы в 2013 году, планах на текущий и отношениях с партнерами. Об этом в сюжете. А я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире уже завтра. Общество «Коммунальные технологии» сейчас работает над модернизацией, производством и над качеством обслуживания населения в предоставлении коммунальных услуг. Этот отопительный сезон, как и предыдущий, по словам генерального директора Андрея Мартиянова, прошел без серьезных аварий. А те, что были, устранялись в нормативные сроки. Осенний-зимний период и организован хорошо. Все ремонтные и инвестиционные программы, предшествующие его прохождению, обществом выполнены в полном объеме. Поэтому, что и позволено нам пройти его без нареканий, без особых нареканий. Естественно, какие-то рабочие вопросы всегда возникают в этой сфере. Но, тем не менее, в целом, я как руководитель, оценю деятельность общества на оценку удовлетворительно. Андрей Мартиянов отметил, что важным этапом развития коммунальной системы столицы республики является разработка схемы теплоснабжения. Более гонно над схемой работали лучшие специалисты. В апреле пройдут депутатские слушания в администрации города, а затем она должна быть утверждена, чтобы начать масштабную модернизацию всех сетей, для которой потребуются серьезные инвестиции. Как признался Андрей Мартиянов, КТ готова для проведения всех необходимых работ. Чтобы эти сети стали именно такими, какими мы хотим видеть. В понимании конечного потребителя. Еще раз, чтобы вода не была ржавая, чтобы температура этого теплоносителя была такая, чтобы было комфортно открыть кран. Как замену магистральных сетей, которые идут от источников ТГК-5, от котельных, от собственных котельных, которые находятся в аренде у коммунальных технологий. Замену самих котельных, которые уже неэффективны. В коммунальных технологиях работает больше тысячи человек. Компания выполняет все социальные обязательства, выплачивает налоги и аренду, старается соблюдать график погашения задолженности. Отдельное внимание уделяется взаимоотношениям с инвесторами, потребителями, региональными и местными исполнительными органами. Органами государственного регулирования и контроля. Цель именно позитивное отношение жителей региона к этой компании. В первую очередь, я пытаюсь этого добиться. Проще было подключаться к электрическим сетям, к тепловым сетям. То есть те насущные проблемы, которые волнуют, в первую очередь, гаража. В ближайшие выходные отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства. Андрей Мартиянов поздравил своих коллег с праздником и пожелал реализации всех задач и безаварийной работы. Подрядчикам.